друзья всем привет сегодня с вами идем на авторинок зеленый угол вчера проверяли довольно таки интересный автомобиль поверьте такой автомобиль в таком состоянии найти довольно сложно естественно мы покажем мы покажем автомобили которые продаются на этой стоянке заведем пооткрываем естественно цены комплектация просто посмотрим на наш японский автопром которому в принципе аналогов просто не существует и сейчас будет небольшая вставочка советуем вам канал тоже автомобильный канал называется он джиперы уссурийска ребят смотрите подписывайтесь там большинство автомобилей японского производства есть есть наши автомобили но я думаю вам будет полезно интересно посмотреть именно про про японские джипы тем более скоро у нас на канале выйдет видео хочу джип а денег нет то снимем для вас такие маленькие мини джипики ну и не забываем подписываться наш канал друзья мы собственно вот он этот автомобиль это дэйхатсу от рай а автомобиль 2011 года выпуска в хорошей комплектации эти туманочки он на литье на зимней резине такие автомобили попадаются но если честно крайне редко то есть автомобиль такого года и с таким пробегом пробег если мне не изменяет память 75000 он целенький он аукционный да он как бы не без минусов а минус здесь один замена крышки багажника с крышку багажника поменяли здесь стойки задние крылья крыши все идет целая жесткости они не затронуты и в принципе все посмотрите такой кей картик с каким огромным салоном единственное ну как бы второй минус да здесь нужно немного прибраться салон то есть прибраться и будет все отлично сзади у нас идет пластик вот такие вот кармашки с правой стороны идет у нас розетка высокая крыша второй ряд сидений он тоже идет вместительный здесь даже есть электро дверь с левой стороны смотрите второй ряд сидений во первых он складывается он в чехлах то есть чехолочки снять я думаю сидушки там будут чистенькие газатник пассажиров есть даже подлокотник с двумя подстаканниками автоматические стеклоподъемники место здесь поверьте очень много я снимаю на телефон поэтому как бы на себя немножко неудобно камеру переводить показывать то есть дверная карта да тут пластик ну даже есть тканевая вставка есть какая-то шумка электро дверь где вы в хай джете в каком-нибудь увидите электро дверь место поверьте здесь очень много есть удобные ручки ну давайте на переднюю часть придем по передней части здесь вот колонка кармашек тканевые вставки 4 стеклоподъемника зеркала складываются центральный замок электро дверь открывается с кнопки есть подстаканник обдув на водителя тоже видите чехлы двигатель пробег 77000 двигатель находится под передними сиденьями двигатель действительно идет не ржавый работает как часики с автомобиль прогреется мы пока машины поснимаем на вот этой стоянке и сделаем тест-драйв он идет на климат-контроле автомат руль как бы идет обычный пластиковый здесь идет тахометр спидометр 140 но и стрелка бензобака магнитофон единственный минус магнитофон чко нужно будет разобраться потому почему-то он не хочет работать это лежит настоящий аукционный лист оценка r больше в принципе интересного здесь такого ничего не сейчас еще раз покажу внешний вид ну и по передней части поверьте место место тоже довольно много 385 тысяч рублей цена указана на стекле ну и на дроме в принципе он стоит также следующий автомобиль который хотим показать это honda freed вот это станет извиняюсь это стоит spike вон там стоит free сейчас немножко сравнимых и так honda freed spike 2010 года выпуска климат-контроль туманки хорошая резина литые диски комплектация аэроспойлер и выбирай иммобилайзер панорамная крыша 655 тысяч аукцион три с половиной балла пробег 114 тысяч но здесь сказать ничего не могу нужно конечно проверять значит он у нас на литых дисках туманочки сейчас посмотрим штатный или нет резина установлена летняя идет обвес идет панорамная крыша обои стекло автомобиля родное honda здесь придумали японец наклеил вот такие вот накладочки чтобы знаете вот автомобили смотрим вот здесь от ногтей действительно много царапин вижу бесключевой доступ ветровиков к сожалению нет но это не беда не проблема полутора литровые двигателя автомобили передний привод идут на вариаторе автомобили 4 воды идут на автомате такой неплохой очень популярный семейный автомобиль все почему-то хотят спайков не знаю почему багажное отделение да здесь пластик знаете сделано все так гармонично и самом деле прикольно багажное отделение от эти столики они трансформируются второй ряд сидений складывается а знаете почему вы хотят потому что да как бы он пятиместный но с огромным багажником и можно выход куда-то на природу вас получается здесь полноценная спону как бы полноценно это сложно сказать но тем не менее два человека свободно переночевать палатки свой в палатке в автомобиле смогут конечно мы бы автомобиль использовать за место палатки смотрите сколько места и очень удобно то что двери идут раздвижные второй ряд сидений есть комплектации с кожаными вставками есть где здесь два капитанских кресла идут место поверьте здесь довольно много единственный мимо что мне не нравится ты когда вот садишься именно на второй ряд сидений ты как бы ну если честно немножко проваливаешься но это тоже тоже не беда значит по передней части сидений как видите идет обычно тряпочная имеет регулировку только вперед-назад в спинку то есть лифта нет дверная карта стеклоподъемники болячка вот почему-то на honda вот такая вот стоит здесь какие-то шилдики менялись какие-то масла бесключевой доступ электро дверь зеркала складываются штучки вот такие прикольненькие сделали спидометр мультимедиа климат-контроль есть автомобили которые идут на крутилочка так руль нет руль здесь перешитый ну и смотрите клёво когда с панорамной крыши поехать куда-нибудь подлокотник идет есть комплектация где два подлокотника ну в данной комплектации подлокотник у нас идет один подстаканник бардачок на самом деле хороший такой неприхотливый автомобиль именно в обслуживании и так это honda freed spike автомобиль 2010 года выпуска двигатель полтора литра стоимость автомобиля 655 тысяч друзья но это уже идет honda freed то есть внешне они практически один акту и за исключением задней части здесь есть окошко и так это honda freed год выпуска 2008 12 месяц по технике все идет то же самое полтора если автомобиль 4 воды автомат если передний привод идет вариатор ну и есть гибридные автомобили стоимость этого автомобиля 620 тысяч рублей вот стоит рядом еще один это 2009 год тоже стоит 620 тысяч рублей но данный автомобиль нам открыли он идет на литье не на штатном но на литье зимняя резина тоже обвес повторители ветровики есть сзади установлен спойлер панорамной крыши здесь нет кстати потеплело немного на улице так почему-то дверь закрыта сейчас двери открыли аккумулятор был севший ну и смотрите собственно в чем разница во первых здесь нет ровного пола ну и во вторых здесь есть третий ряд сидений хотя есть комплектация где третьего ряда сидений нет здесь два кресла крепятся они по бокам ну и вы знаете мне нравится салончик данном автомобиля довольно неплохой он если честно по состоянию два капитанских кресла они ездят у нас вперед назад подлокотники естественно есть ремни безопасности проходик такой есть на первый ряд сидений крючочек подсветка получается шестиместный автомобиль вот допустим здесь комплектации без ключевого доступа в автомобиле нет руль идет обычный пластиковый пробег на автомобиле его даже никто не прятал 161000 показывает температуру минус 5 магнитола такая стоит простенькая опять же климат-контрольную эти по салону по салону они идут одинаковые эти автомобили ручник идет ножной регулировка руля вылета нет он просто регулируется вверх-вниз русское переключение передач такая вот кожаная что вам еще показать мне нравится торпеда здесь вот опять будете говорить до засветка идет но ребят что поддела торпеда здесь она такая прям объемная аукционный лист лежит три с половиной 161 пробег кузовщина идет целая судя по аукционному листу неплохой на неплохие автомобили на самом деле рядом стоит у нас toyota витс они бывают литровые бывает 13 но это 4d соответственно идет 13 пробег на автомобиле 31000 автомобиль 2018 года выпуска кстати вице ребят появились гибриды комплектация понимаю простенькая тумана чуть нет летняя резина на штамповках повторители ветровики установлено знаете многие там вот заказывают автомобиль вот чтобы у меня были ветровики вот чтобы у меня была камера заднего вида друзья это все можно купить я понимаю приятно когда вы покупаете автомобиль полностью готова но автомобиль может быть хороший клевый на нем не будет ветровиков либо камеры заднего вида и человек отказывается от покупки автомобиля ну как так а тоже такой приятный салон прям приятный есть такие автомобили которые приятно смотреть находиться в них но есть такие с которыми неприятно работать если честно сиденья тоже складываются у нас дверная карта хотел сказать пластмассовая пластик коврики зачем-то лежат здесь об наверное передние коврики посмотрим сидушечки обычные обычные сиденья подлокотника нет вот место в принципе нормально место в автомобиле да ребят я был прав отсюда коврики лежат допустим здесь уже сиденье у него есть лифт она поднимается вверх опускается вниз также двигаться вперед-назад вариатор зеркала складывается и он у кого-то спрашивал пользуетесь вы этим или не пользуетесь напишите в комментариях что здесь с прямой воды у нас кнопочки антибукс варик 2 подстаканника подогрев лобового стекла руль также нас вверх-вниз в двух положениях магнитола солнцезащитные козырьки лобового стекла не вижу на автомобиль ну допустим вот этот автомобиль его можно сравнить с пасеком да но опять же пасеков 1 и 3 мало в основном идут литровые пасеки вот многие приезжают спрашивают что нам сделать какой автомобиль купить его приобрести toyota виз либо купить toyota пас вот здесь уже как бы сами должны решать да по по начинке автомобили одинаково ну опять же я имею ввиду литровые автомобили довольно неплохие надежно единственное эти двигателя которые один кировский идут там ребят нужно масло менять прямо почаще и масло лить туда нужно нужно хорошая давайте возьмем с вами сиенту рядом стоит сиент у нас 2015 года выпуска с пробегом 80 тысяч гибрид led-оптика комплектация g автомобиль стоил 999 тысяч стоит автомобиль 980 тысяч я уже повторял такой ярко насыщенный цвет с потока автомобилей вы точно будете выделяться вижу систему при столкновении стоит называемый датчик при столкновении гибридная версия гибрид идет полноценный туманочки штатные литые диски литье повторители лобовое стекло родное бесключевой доступ автомобиль да у нас открыт задняя часть автомобиля тоже хороший популярный автомобиль но здесь идет сравнение уже с с фридом с новым сожалению на этой стоянке фрида нет нового а так можно их посравнивать фрид будет подороже так здесь у нас значит там не открывается прикольно а ну вот серенький открыт давайте мы с вами серенький тоже гибридная версия сзади смотрите такой коврик лежит прикольно мне нравится в данных автомобилях то что третий ряд сидений он заезжает под второй ряд сидений и многие даже могут не догадаться то что автомобиля три ряда сидений розетка подстаканники колонки климат-контроль дверь идет справа стороны электро обычно левая дверь идет электро ну здесь два человека это у нас такие подстаканники прикольные так сделали подголовники чистенький ковер мультируль дверная карта пластик плюс ткань подстаканник корректор фар вот такая вот такое углубление идет как ведь автомобильная кнопки старых стоп сиденья также у сидений есть лифт подлокотник очень удобно я уже говорил то что я весь подлокотника но не комфортно мне есть есть подогревы сидений мультируль кожаный руль пробег на автомобиле сто сорок семь тысяч вот на самом деле немного если честно не скрученный пробег а многие приходят покупают увидели 47 сел поехал а потому и у меня сто сорок сену на самом деле сто сорок семь нормального когда у вас будет 347 447 это уже как бы будет так тоже подсветочка идет вот но по месту место довольно довольно много автомобиля давайте посмотрим сколько стоит серенький серенький стоит у нас 955 тысяч аукционный автомобиль 2016 года выпуска друзья нас вот снимали пасеку ой пасек из меня снимали лица с перчатку одену и давайте с ним toyota пас то есть напоминаю витс 1 и 3 мы сейчас сравнили два конкретных автомобиля вот этого и вот этот имею ввиду там по начинке да просто то что витс идет литровый паса есть тоже литровые в смысле наоборот данный пасек идет литровый а витсы если травы и так паса 2015 года выпуска литровый 1кр здесь стоит аукционный 4 балла зимняя резина стоимостью 465 тысяч рублей ну и опять же по цене сейчас будете заговорить до сравнивать 465 и 720 ребят года года на автомобиле разные витсы тоже есть таких годов но в пасеке мне нравится салон вот серьезно ребят машинка маленькая салон просто огромный есть комплектация с диваном бардачка нет единственный минус но знаете японцы как-то вот делают сооружая здесь бардачок здесь также пластика rb колоночка монтирована у нас в центральную консоль в торпеду есть автомобили на климат-контроле немножко удобнее будет снимать с водительской стороны сейчас засяду второй ряд сидений есть как сплошные как здесь до спиночка есть раздельный кармашек широкий автомобиль вот действительно широкий багажное отделение тоже есть и немаленькая сиденья задней об складываются у нас таким вот образом есть запаска конкретно пасочки идет смотрите прям новенькая еще скажем так не еженая зимняя резина установлена автомобиль кстати не ржавенький место для на втором ряду сидений тоже достаточно есть из удобства подстаканники между передними сиденьями пассажира и водителя идет вот такой вот столик небольшой лифта нет просто регулировать руль пластиковый вылета тоже нет ну и здесь уже идет кулиса глонасс кстати установлен глонасс на автомобиле здесь он выдвигается таким образом два подстаканника магнитола идет стандартно это их не я бы советовал поменять это магнитола карандашик может даже японский зеркала складываются а и стоп которая нафиг никому не нужно но и автомобиль заводится заводится с ключа пасы 15 год объем двигателя 1 литр стоимость автомобиля 465 тысяч так мы пока ходили ходили снимали автомобиль уже прогрелся кстати вот знаете кто-то говорится что холодно в автомобилях поверьте здесь так тепло из просто очень тепло бензина много наверное еще японского слить не успели кстати вот под ручку штучка такая так ну все сейчас прокатимся и расскажу вам как прокатились знаете прокатились на автомобиле в принципе принципе вопросов нет то есть отсутствие либо посторонние шумы автомат не пинается рывков звуков каких-то посторонних нет автоматом сам не буксует так что автомобиль будет рекомендован покупки кстати разобрались с магеттофоном странный магеттофон отсутствует отсутствует флешка флешка и второй ключ на автомобиле тоже будет единственно единственно по подвеске понятно то есть полноценное и тут не проверит но по крайней мере сейчас постороннего звука шума здесь нет единственно если мы заедем куда-то на подъемник да там какие порепанной резиночки могут нам найти но на данный момент вопросов здесь нет